Индия Каждым новым утром солнце проливает свет на землю, на которой кипит жизнь. Землю, населенную гигантами и хищниками. Место, где соединяются красота, редкость, конфликт и новая уязвимая жизнь. И все это существует на земле полной крайности. Тайны дикой природы Индии в царстве слонов. Январь. По-прежнему прохладно. Но летом температура превысит 40 градусов. Утренний туман покрывает первобытный мир лесов, холмов, рек и водоемов. На уединенной опушке 30-летняя индийская слониха, кормящая мать, защищает своего новорожденного слоненка. Слоненку всего несколько часов. Он родился под покровом ночи. Самки из ее стада собираются, чтобы посмотреть на первые неуверенные шаги детеныша. Чтобы защитить его, они пойдут на все. Но даже с их бдительностью ему предстоят 6 месяцев засухи, огня и наводнений. И ему придется встретиться с двумя самыми выдающимися хищниками. Бенгальским тигром и королевской коброй. Слоненок родился на древней земле, где цивилизации накладываются одна на другую, уходя корнями в туман до исторических времен. В Индии живет более миллиарда человек. Почти одна пятое население мира. Они занимают всего 2% поверхности земли. И население, обезумевшие толпы, религиозное рвение. Все в эпических масштабах. Но у Индии по-прежнему есть и дикая сторона. В далеком штате Ассан, в 160 километрах к югу от Гималаев, живут последние стада гигантских травоядных. Индийские слоны. Крупнейшие сухопутные животные Азии. Максимальная высота 3 метра, максимальный вес 5,4 тонны. Находящийся под угрозой исчезновения однорогий носорог. Он пережил 37 миллионов лет эволюции. Индийский дикий буйвол. Его изменчивый характер делает его одним из самых опасных животных в мире. Их история начинается в Гималаях на высоте более 6 тысяч метров. Это источник одной из величайших рек Азии. Брахмапутры. Ее питают миллиарды капель тающих льдов. Она течет из Тибета в Индию, где ее питательные богатые воды создают заливные луга, общая территория которых превышает площадь Калифорнии. Это дикие прерии Индии. Саванна больше похожа на Африку, чем на Азию. Место контрастов и разнообразия. Раннее утро. Солнце согревает семью гладкошерстных выдр. Это крупнейшие выдры Азии. Максимальная длина 1,2 метра, максимальный вес 11 килограммов. Эта группа состоит из семейной пары и их детенышей, родившихся в прошлом году. Солнце согревает семейной пары и их детенышей. ПОДПИСЫВАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Эти равнины – единственное место в мире, где носорог и выдра живут бок о бок Два очень разных вида Оба прекрасно адаптированных к окружающей их среде Оставляя носорогов позади, наша семья выдр направляется к водоему, где они начинают охотиться Густой, мягкий, водонепроницаемый мех сохраняет их в сухости и тепле Когда выдры ныряют, их ноздри и уши закрываются Мощные хвосты помогают этим великолепным охотникам быстро плыть под водой Они могут оставаться под водой 8 минут Специальные мышцы делают хрусталик их глаза более сферическим, что улучшает их зрение под водой Группа сгоняет рыбу к отмеле и затем ловит ее Выдры могут плавать в два раза быстрее олимпийского чемпиона Водоем кишит самами, и вся семья сыта и в настроении поиграть Фениция The rich variety of environments has led to rich diversity of bird species, each with its own unique way of feeding Продолжение следует... Closer to the action, an egret shuffles through the shallows, spooking fish and frogs. A vice-like grip prevents the fish wriggling free from the eagle's talons. Closer to the sea, a large bachlan uses a similar technique. Closer to the sea. Closer to the sea. Closer to the sea. Closer to sea. и в нем стая улетает, чтобы порыбачить в другом месте. На равнинах находится бесчетное количество маленьких прудов, каждый из которых окружен густым тропическим лесом. Для кого-то это укрытие. Для других – территория охоты. Идеальное место для специалистов по засаде. И родной дом самой крупной в мире ядовитой змеи. Латинское название королевской кобры – «офеофагус» – означает «поедающий змей». Она почти ничего больше не ест. Яда из одного укуса хватит на то, чтобы убить десятерых взрослых. Она ест змею головой вперед, заглатывая ее одним медленным шагом. Медленным методическим движением. Медленным методическим движением. Медленным методическим движением. В нелесного тенистого покрова равнины превращаются в печку. Медленным методическим движением. 32 градуса. И температура растет. Индийские слоны могут съедать 130 килограммов растительности в день. На конце хобота у них есть специальная губа для хватания, с помощью которой они рвут траву. В хоботе слона 40 тысяч мышц. Стадо продолжает двигаться, и наш родившийся месяц назад слоненок должен за ними успевать. Глубокие следы после прошлого сезона дождей запеклись на солнце, и малышу трудно идти. Они могут выпивать 100 литров воды в день, только для того, чтобы выжить. Главная самка стада буйволов ведет свой клан к воде по проходам, созданным многими поколениями слонов. Позади стада притаился огромный самец. Эти гиганты весят больше одной тонны и вооружены самыми большими рогами среди всех животных. Травоядные редко бывают одни у водопоя. Стадо собирается вокруг детеныша. Носорог нюхает воздух. Опасность. Крупный самец тигра встревожил даже самых больших животных. Тигры часто нападают на маленьких слонят и убивают их. Но с такой живой крепостью детеныш пока в безопасности. Однако есть угроза, от которой слоненка не защитят даже его тетушки. Сухой жаркий ветер раздувает огонь. Он быстро распространяется по высокой тропической траве. Ветер переносит с места на место угольки и повсюду возникают новые пожары. Для некоторых это беда, а для других хорошая возможность. Птицы собираются на краю лесного пожара, чтобы ловить насекомых и маленьких животных, которых огонь выгнал из леса. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Наш слоненок спасся, но битва за выживание никогда не прекращается. Равнины напоминают бесплодную пустошь. Но почти волшебным образом земля восстанавливается. Красный хлопчатник-эндокитайский быстро возвращается к жизни. Его крупные цветы доминируют в этом пейзаже и привлекают опылителей за многие километры вокруг. Весьма удачная стратегия. Дерево приносит спасение мелким видам, но хранит себя в недосягаемости для более крупных травоядных. В течение последующих двух месяцев дневная температура достигнет 35 градусов по Цельсию. КОНЕЦ Excellent for cold-blooded creatures that bask, converting the sun's rays into energy. Temperature regulation is everything, and during the hottest part of the day, this Indian monitor and rock python are forced to hide away in the shade. КОНЕЦ КОНЕЦ Уровень воды в реке Абрахмапутра сильно упал. Однако ее длина почти 3000 километров и ширина 3 километра по-прежнему делают ее непреодолимым барьером для большинства животных. Многие виды с одного берега абсолютно неизвестны на другом берегу. Единственная человекообразная обезьяна Индии, белобровый гиббон, водится только на южном берегу реки. Эти гиббоны совершают прыжки длиной более 6 метров на высоте 30 метров над землей. В этом им помогают крюкообразные передние лапы и потрясающая сила. Самки коричневого цвета, а самцы черного. Белобровых гиббонов осталось всего около 5000. И теперь редко можно наблюдать эти радостные сцены. На северном берегу реки живет золотой лангур. Быстрее прочих исчезающий вид обезьян в Индии. Численность всего 1000 особей. Они также обречены жить только на деревьях. Но их движения сильно отличаются от движения гиббонов, так как они используют все 4 лапы и длинный хвост для равновесия. Река Абрахмапутра гарантирует то, что эти два вида никогда не встретятся. Неряшливая груда веток на земле – это дом одного из редчайших видов млекопитающих в Индии. Это самая маленькая свинья в мире, которую до недавнего времени считали вымершей. Они проводят свои дни, выкапывая из земли орехи и насекомых. Новорожденные поросята весят менее 200 граммов и размером примерно с яблока. Эти свиньи – идеальная добыча для множества хищников этих равнин. Индийские питоны могут весить 90 килограммов и вырастать до 5 метров в длину. Это 9 карликовых свиней от носа до хвоста. Питоны охотятся с помощью хитрости. Крюканье родителей говорит малышам, что надо держаться поближе к ним. Отставание может быть чревато. Питоны хватают жертву за голову и убивают, стискивая ее. Нижняя челюсть открывается широко и позволяет поглотить добычу целиком. Лето продолжает неумолимое наступление. Цветы хлопкового дерева, которые когда-то кормили тех, кто лазает и летает, теперь вянут и падают на землю. Редактор субтитров А.Семкин Словно зрелище из прошлой эпохи, стадо слонов собирается у пруда. Но они здесь не только ради воды. Самец чувствует потребность спаривания и учуял запах самки, готовой к размножению. Это непредсказуемое время повышенного сексуального напряжения. Уровень тестостерона у него повышается в 60 раз. Он нюхает землю в поисках запаха самки, готовой к спариванию. Он идёт сквозь стадо. Такие моменты спокойные обычно слоны могут становиться дикими и даже убивать. Детёныши должны быть на чеку. Большие самцы слона могут весить до 6 тонн. Почти в два раза больше самки. В конце концов, стадо движется к безопасному укрытию, к пруду. Ходить под водой оказывается таким же трудным делом, как и по земле. Наш юный слонёнок попадает в беду. Но быстро справляется с трудностью. Даже маленькие слонята умеют плавать. Они используют хобот как трубку для подводного плавания. После этого мама подбадривает его, дав ему попить молока. Ещё одному усталому новорождённому помогают встать на ноги. В конце долгого, жаркого, трудного дня подросшие слонята находятся в хорошем настроении, не ведая об опасностях, таящихся в густой траве. Но самки охраняют их и не потерпят непрошенных гостей. Прогнали прочь даже безобидную семью диких свиней. Слонята растут в стаде, и это повышает их шансы на выживание. В отличие от слонов, носороги не живут большими семьями и выращивают своих малышей в одиночку. Эта самка только что родила. Они здесь одни, и малыш очень уязвим. Связь между мамой, носорогом и детёнышем длится четыре долгих года. Ей понадобится вся её смекалка, чтобы малыш выжил. У носорогов очень плохое зрение. Маленькие глазки расположены по бокам головы. Они обладают потрясающим обонянием и очень острым слухом. Они исследуют воздушные волны на предмет опасности. Маленькие глазки расположены по бокам головы. Группа макак-резусов спускается, чтобы поесть растений, до которых теперь можно добраться, благодаря высыхающим прудам. Юные макаки не знают обо всех опасностях нахождения на земле. Питон быстро может поймать макаку. Они поскорее возвращаются на деревья. Здесь есть один особенно изобильный источник пищи. Фиговые деревья плодоносят круглый год и составляют основную часть их рациона. В мире насчитывается почти тысяча различных видов фиговых деревьев. У каждого из них есть особенные отношения со своим видом крошечных наездников, которые формируются на протяжении 8 миллионов лет. Наездник инжирный. Длина 1,5 миллиметра. Яйцеклад в два раза длиннее тела. Самки-ос заползают в инжир и откладывают яйца через длинный яйцеклад. Во время движения они пролетают через цветы и опыляют плоды. Отложив яйца, они умирают. Инжир поглощает осу, чья миссия выполнена. В некоторых лесах до 70% животных полагается на фиговые деревья. Они начинают с самых спелых плодов. Затем птицы-носороги распространяют семена на территории 40 квадратных километров. Когда трава на земле высыхает из-за жары, слоны питаются в зарослях водного гиацинта, брезгливо очищая его корни. Для нашего слоненка это очередной урок выживания. Носорог берет больше всего от этого богатого источника пищи. Они производят непомерные кучи фекалий, с помощью которых метят свою территорию. На равнинах ничто не пропадает зря. Бабочки проглатывают минералы. Семена дают ростки, а жуки грызут молодую поросль. Но глубоко в куче фекалий живет существо, лучше всех приспособившееся к такой жизни. Навозные жуки скатывают сотни навозных шариков, которые они закапывают про запас. Это может выглядеть как быстрая перемотка, но это обычная скорость усердного навозного жука. Навозные шарики становятся горшочками для семян. И все несъеденные жуками семена прорастают. Самые трудолюбивые работники перерабатывающей промышленности джунглей – это термиты. В одной только этой колонии их может быть около ста тысяч. 12 тысяч триллионов термитов во всем мире. Их общая масса в 10 раз превышает массу всех людей. Рабочие термиты собирают подземную грязь и срыгивают ее, чтобы строить стены своего дома. Они очищают равнины от мертвых деревьев, превращая их в питательные вещества, которые поглощаются почвой. Руслы реки напоминают пустыню. Дождя не было с ноября. Равнины высохли. Носорог купается в густой грязи. Его крепкая шкура на самом деле довольно чувствительная и в некоторых местах мягкая. Грязь спасает от жалящих насекомых, сохраняет кожу в хорошем состоянии и защищает от палящих солнечных лучей. Вокруг мест, где можно искупаться, скапливается все больше животных. И напряжение нарастает. Несмотря на жару, подростки-носороги ссорятся и кусают друг друга, не пуская в ход рога. Взрослые полностью оснащены, и их битвы жестоки. Раненый и наполовину слепой побежденный носорог уходит восстанавливать силы. Его, как всегда, сопровождают птицы-майны. Они очищают гнойные раны и удаляют отмершие клочки кожи. Некоторые не выдерживают стресса в жизни на равнинах. Падальщики подчищают все. В середине лета по-прежнему можно найти пищу, если знать, где ее искать. Армия черных муравьев напала на гнездо гораздо более крупных муравьиных особей. Они убивают и крадут все, что можно унести, даже личинки своих врагов. Температура продолжает подниматься. Образуются тучи. Приходят муссоны. Формируются штормовые тучи длиной до 16 километров, которые могут содержать 4 миллиона тонн воды. Это равно весу 10 тысяч Боингов-747. Все это скоро выпадет на иссушенные равнины. Когда-то пересохшие пруды начинают наполняться. Это будет длиться 3 месяца и приведет к бурному росту новой жизни. Рыба возвращается, и выдаемы снова полны жизни. Скошенные копыты, отлично адаптировавшихся к болотам оленей Боросинга, позволяют им преодолевать самую густую грязь. Но хотя эта вода приносит облегчение лишь на короткий срок, земля обязывает пищу продолжать свое существование. Растаившие воды гималайских ледников смешиваются с муссонными дождями. Река Брахмапутра выходит из берегов и заливает территорию площадью 30 тысяч квадратных километров. Это размер Бельгии. Так начинается финальный цикл. Иссохшие равнины становятся болотами. Трудно найти кусочек суши. Начинается исход. Большая концентрация уходящих с равнин травоядных облегчает жизнь хищникам. Мама носорог и ее детеныш уходят с берегов Брахмапутры, присоединяясь к слонам, ищущим прибежище на холмах. Наш слоненок пережил трудности своего первого сухого сезона только ради того, чтобы уйти под натиском реки, затапливающей землю. Но то, что сначала кажется разрушением, на самом деле созидание. Без этого цикла наводнений не смогли бы существовать такие сочные растения. Питательные вещества, принесенные с гор, распространяются по земле, даря ей плодородие и изобилие. По мере того, как вода будет спадать, травоядные вернутся на землю, изобилующую новой жизнью. Там, где земля, кажется, вот-вот прогнется под натиском человеческой толпы, еще есть места, где гиганты чувствуют себя одним целым со своим миром. Река Брахмапутра создала исключительное место, потрясающе богатое, уникальное как для Индии, так и для всей Земли. Программа озвучена студией ARK TV. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова